Встреча журналистов с руководителями управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи прошла 8 марта. Естественно, первой темой обсуждения стал вопрос о реализации цветов. Для того, чтобы каждая женщина смогла получить в этот день красивый и свежий букет, в городе было увеличено количество торговых точек по продаже символов женского праздника. Большим спросом в этом году пользовались весенние цветы – тюльпаны, нарциссы и мимоза, в то время как в прошлом году с прилавков уходили в основном розы. Кстати, букеты теперь можно было приобрести только в специализированных торговых точках. Самовольная реализация цветов на курорте ушла в прошлое, ровно так же, как и стихийная продажа других товаров. Теперь дачники и предприниматели могут продавать свою продукцию только на специализированных ярмарках. А центральный продуктовый рынок Сочи стал крытым, и теперь в нем созданы все условия для продавцов и покупателей. Кроме того, от базара очистились и подземные переходы. Ранее торговля в них была разрешена предпринимателям с условием, что они будут поддерживать санитарное и техническое состояние подземок. Теперь пешеходные переходы взяты на баланс администрации. Кроме того, торговать на курорте есть где. В рамках подготовки города к Олимпиаде было построено и открыто несколько гипермаркетов. Появилось достаточное количество торговых площадей. И несмотря на то, что во время игр заезжать на курорт могут лишь аккредитованные предприниматели, дефицита товара в городе нет. Бизнес, как и любой субъект, который ждет излечения нейроприбыли, ждет получения прибыли, ждал, долгожданно ждал проведения олимпийских, паралимпийских игр. Были опасения, опасения были разные, в том числе, как здесь говорили, по дефициту товара, какой товар останется, по вымыванию ассортимента. Но по результатам олимпийских игр мы видим, что эти опасения были напрасными, что бизнес чувствовал себя, не чувствует вполне уверенно. Кто действительно стал больше зарабатывать, так это предприниматели, которые кормят гостей сейчас уже паралимпийских игр. На территории Олимпийского парка развернулось множество торговых точек. А вот кошелек покупателей заметно уменьшается. Но изменить ценовую политику город не вправе. Здесь город не занимался обеспечением и подбором операторов, это чисто работа Олимпийского комитета. Но я хочу отметить, что на сегодняшний день, так скажем, нет юридических оснований диктовать ценовую политику оператору общественного питания. Сегодня ценообразование свободное и, к сожалению, повлиять на это мы никаким образом не можем. Зато подготовка к паралимпийским играм заметно повлияла на толерантные отношения. Люди с ограниченными возможностями теперь свободно передвигаются по городу, посещают кафе и рестораны и с легкостью совершают покупки. Все предприятия потребительского рынка приведены к требованиям доступности. Главным фактором при появлении новых торговых точек по-прежнему остается создание безбарьерной среды. Теперь главная задача отрасли торговли – хорошо подготовиться к летнему сезону. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.